всех приветствую с вами как всегда седой инвестор и сегодня у нас рубрика актуальные новости выпуск 167 поговорим про эфириум про санкции в россии а также зацепим тему блокчейнов nft и метавселенная надолго вас не задержу заваривайте чаек присаживайтесь поудобней а мы потихонечку будем начинать суточное количество блоков сети эфириум попадающих под влияние управления по контролю за иностранными активами выросло до 73 процентов это связано с распространением ретрансляторов максимальной извлеченной стоимости лидер среди них компания flash bots контролирующая порядка 49 процентов рынка мэв сокращенная аббревиатура мэв это максимально извлеченная стоимость и кстати по вашим комментариям я начинаю замечать то что все больше и больше людей перестают верить либо ходлить эфириум и максимально его диверсифицируют что касается технической части эфириум у него все абсолютно ровно идет прямо как по биткоину только волатильность выше намного лично я эфириум покупаю еще с прошлого all-time high а точнее я покупаю с 2019 года и уже не один раз его фиксировал но 2021 году в ноябре месяце к сожалению я ошибся насчет продолжительного роста я могу спокойно об этом говорить я не боюсь сказать зрителям то что мой пенел по данной покупке именно за 21 год находится в минусе но то что он меньше чем у остальных это однозначно я уже это говорил не раз то что я закупаю с частями усредняюсь и средняя точка хода по эфириуму мне примерно 2 800 3000 долларов уточняю это за покупки из периода 2021 года когда этот актив упал на 900 баксов его уже все похоронили но не тут то было и максимальный профит с дна составил 131 процент если ты покупаешь биткоин то эфириум ты тоже должен покупать но на меньшую сумму об этом я рассказывал по воскресеньям как правильно инвестировать если интересно переходи по подсказке там вчерашний ролик очередной раз закупились и как всегда постарался грамотно все объяснить но мы идем дальше биржа криптовалют байбит не намерена накладывать ограничения на российских пользователей несмотря на то что валютное управление сингапура напомнила что криптовалютные компании обязаны соблюдать санкции биржа также напомнила что ее головной офис зарегистрирован в дубае мы неоднократно заявляли что у нас нет дискриминации в отношении крипто пользователей по их местонахождению и паспорту заявили в компании не спешите друзья переходить полностью на байбит так как это только первые заявления для привлечения клиента если данная площадка не будет соблюдать санкции и правила определенных государств их просто туда не пустят живой пример байнер находится почти уже в каждой точке мира но при этом и приходится соблюдать санкции но она полностью не блокирует российских пользователей лишь есть ограничения google cloud станет валидатором сети солана и в следующем году добавить поддержку блокчейна свой сервис для разработки блокчейн note engine компания также интегрирует солана в биквери сервис для анализа больших данных ну насчет развития соланки я не сомневаюсь но что касается заработка и покупки я уже давным-давно про него говорил покупает данный актив вы принимаете на себя все риски который несет за собой собственно солана очень часто вырубается сеть и все кто топил за рост когда она стоила 79 долларов бесспорно она выросла на 86 процентов но потом и откатилась на те же 80 процентов да и к тому же я уже давненько исключил данный актив из своего списка долгосрочных инвестиций из-за высоких рисков которые связаны конечно же с учению сетью это мое личное мнение я понимаю то что солана сейчас является довольно мощным фундаментальным проектом очень много компаний выбирают именно солану но я прохожу мимо я пытаюсь думать все таки своей головой у меня свое мнение у меня свое суждение и своя логика возможно ее никто не поймет но что поделать каждому объяснять что ли японская фирма асикс анонсировала выпуск линейки кроссовки асикс x solana ю ай линейка включает себя ограниченный тираж физических кроссовок gt 2011 который также дает владельцам возможность выиграть лимитированную серию и нфти из коллекции асикс совместно степан gt 2000 nft мы понимаем что можем помочь веб-3 и предлагаем продукты которые стимулируют людей физической активности говорит руководитель асикс по веб-3 джо пейс gt 2000 доступны для предзаказа с 4 по 8 ноября за 200 баксов приобретя данную обувь покупатель получает значок асикс бейнш нфти также компании проведут розыгрыш 1001 и нефти для игры степан но это новость за тех кто разбирается и кто интересуется такой тематика как муфту и рон я в этот тренд не залетал и ничего не потерял в отличие от 99 процентов держателей степан собственно токена gmt децентрализованная беспроводная сеть helium интегрирует своего оператора helium mobile смартфон солана сага запуск запланирован на начало 2023 года сам смартфон поступит в распоряжение пользователей с бесплатной 30-дневной пробной версии helium mobile оператор будет доступен пользователям из сша это партнерство приведет не только к большему широкому использованию helium network но и к тому что абоненты подписавшиеся на helium смогут получать беспрепятственный интегрированный пользовательский интерфейс и будут получать вознаграждение в криптовалюте за пользование своими сотовыми услугами ответил глава нового labs борис ренский но лично я не думаю то что helium так хайпанет что касается мобильной связи то здесь скорее всего может быть что-то и произойдет но если она будет строена сам смартфон то все же я готов поспорить то что она по продажам переплюнет когда-нибудь хоть какую-нибудь компанию web 3 это вроде бы как очень легко объяснить но пощупать невозможно и люди еще к этому не готовы это точно так же как и очки виртуальной реальности это безумно мощной технологии и этим реально очень удобно интересно пользоваться просто люди к этому еще чуть чуть не готовы технологиях самое главное это интерфейс именно само использование а как заявляет компания helium mobile она нам готова предоставить новый интерфейс но насколько я понял экран будет таким же сенсорным и ничем не будет отличаться от остальных телефонов если бы они нам предоставили голографический телефон вот тут уже было бы намного интереснее аргентинское платежное приложение юла добавила услуги по торговлю биткойном и эфириум сервис позволяет купить и продать криптовалюту но не выводить ее на сторонние кошельки минимальный размер транзакций 250 песо юла первое учреждение которое запустило в аргентине сервис по торговле цифровыми активами в мае местный центр банк запретил двум банкам предоставлять своим клиентам доступ к криптоактивам для запуска этого сервиса юла создала криптовалютную компанию юнекс которая базируется в англии и сотрудник сбит соу но на этом все дорогие друзья не забываем то что у меня есть закрытый чат телеграмм которым я постоянно работаю там я предоставляю всю свою информацию все свои ордера по покупке криптовалюты также объясняя что где и когда покупать а также когда фиксировать прибыль плюс есть лекционный материал написанной мной лично который научит тебя торговать искать определенные паттерны максимально сжатый материал но при этом все самое главное осталось и очень легко усваивается если ты искал такую информацию то пиши в личку все обсудим а у меня на сегодня все всем до завтра